всем привет посмотрим на бесплатные ассеты августовские 2022 года те которые как раз таки нам раздает epic games первое что у нас появляется это big office здесь большой офисный центр давайте сразу посмотрим на него можно сразу запустить здесь мы проезжаем на лифте неизвестно это все таки лампа ой фу зеркало или же нет каковое не очень похоже на зеркало здесь у нас такая комнатка где сидит получается охрана следи за это security модельки такие офисные до так но давайте лучше так пролетаем не везде можем зайти здесь трубы все остальное материалы такие приемлемые не совсем качественные но пойдет хотя внешне выглядит симпатично здесь у нас бильярд на футбольная часть посмотрим на лампы за лампами такая вот светоотражающий материальчик стоит из коробочки кухонное отделение вы на красное вот до диваны и пицца выглядит не совсем сочно так пк маки логотипов нету хп или бразер а может эпсона тоже не похоже ни на что вот это стопроцентный хп принтер так это что у нас тут такие плоскости очень тонкие но под определенным углом их сложно будет заметить что они отдельные так скажем такой вот фонарь в общем много интересного мониторы 4 на 3 интересно для чего так здесь что здесь другие это black монитор подруга книжки зеркальные такие и летают и наш кого она ничего чуть одежды мусорные баки в общем такой вот большой офис ноуты и телефоны и много стульчиков различных вот в принципе и все да что здесь есть второе это у нас open world rpg на первый взгляд мне показалось что он не очень так давайте откроем его мейнер лавал а можно принципе запустить и мы попадем вот такую вот часть так добежим до точки начала миссии видимо но здесь миссии нету просто . вот персонаж возможно он выдает миссию нажали е и да появилась миссия так деревья так себе трава тоже не очень получается нам дают за то что мы пришли на миссию так здесь вот долгое собирательство на буковку е и можно открывать замок так вперед назад если мышку вверх вниз поднимаем у нас получается движется вот эта часть которая зубчики подбирает и правой клавиши мы открываем замок тоже некорректно отрабатывает потому что эта мышка здесь эскейп можно выйти ну и принципе все что я здесь заметил это вот это честно говоря ассет просто относительно шикарен так заработали опыта накидали нам много всяких штучек седьмой уровень получили ну и принципе больше здесь ничего такого и нет вот то есть получение задания миссии разработчики просто честно за пяти минут сделали это сейчас посмотрим на цену ну персонажи которые бродят от точки до точки какой-то и все и и хотят за это почти две тысячи рублей шикарно в общем забирайте этот ассетик хотя в нем особо ничего такого и нету следующее это у нас складские помещения сейчас мы тоже пролетимся по ним это у нас демонстрация давайте то есть здесь вот такие вот полочки какие-то относительно 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 высокополигональная даже большинство моделек есть некая какая-то с получается получается стилизация которая прям явно отличается от большинства игр так где у нас проход почему дверь находится выше этой двери непонятно здесь тоже какой-то склад вот сторож наименование в общем посмотрите на особо здесь прям такого показывает нечего ну вот куча мусора давайте посмотрим как они сделали это да кучка реально вот несколько моделек каких-то закинули в один а и это кстати нет это не несколько моделек да это несколько моделек но они сгруппированы то есть каждый вот эта штучка это отдельная модель ну в общем одни и те же коробки практически везде и немножко добавили наполнение поменяли везде цвета здесь есть вот такой вот проходик которая нам выводится обратно вот сюда четвертое это у нас mysql integration если у вас допустим какая-то сетевая игра и либо какая-то игра в которой вы хотите привязать к серверу определенному да допустим здесь можно подключить свою игру к mysql серверу можно даже не игру можно приложение какое-то сделать на движке и в общем получать необходимые данные с базы данных в свою программу либо игру и пятое у нас картон ботер шелда так это у нас стилизованная такая штучка под картон тут есть несколько карт давайте быстренько посмотрим такая вот вода прям какая-то белая что-то непонятно почему она так плавающая лодка плавающая эти ящики летающие сверчки в виде bfx не знаю на чем давайте посмотрим это у нас я прицелиться не могу партикл систем но это старая да старая партика систем в общем надо смотреть о давайте посмотрим это у нас что радуга кстати к машу и получается с материальчик а такой вот материал а это instance материал ничего сложного здесь поставили для серфейс юнит и так далее в общем можно попользоваться главное забрать такие вот стилизованные деревья с большим количеством плейнов такие вот камешки тоже зимбраши обработана скорее всего даже такой вот мэш падения которые вообще прям даже это не задумывались как это будет выглядеть просто с поверх камня ну и все здесь больше ничего такого нет но и домик там вроде где то да так я перелетел не туда домик это у нас полная модель как по себе даже потолка нету в общем интересно то есть это чисто внешний вид и и вот такой вот к водочке препятствия вот кстати можете посмотреть как делается на каждом на каждой точке так ну и все остальные у нас карты идентичные просто отличается лишь некоторыми материалами вот здесь озеро поставили и так далее и почему то кстати материал здесь некорректно работает давай кто-то выкрутил дистанцию какую-то да он везде практически не работает нормально так здесь у нас река причем сплайном сделано то есть можно побаловаться и посмотреть как сделали здесь ну пять у нас закончились следующее у нас просто бесплатные ассетики которые можно тоже забрать это бумгиман с помощью рига в общем персонаж сделан можно делать собственно анимацию прямо в движке конкорд в общем это составление музыки сэмплирования здесь такие своеобразники ноды ну естественно это на пятерочку только там есть такая фича шедер оптимизация tool в общем здесь какой-то дополнительный инструмент по оптимизации это у нас с ронтайм архив в общем можно пользоваться в своем своей игре или приложение пользоваться архивами zip удал тарлз4 экзип в общем надо поковыряться посмотреть на отзывы положительные скорее всего отличной работе имеет вот такие вот ноды создает открывает архив то есть можно создавать открывать запихивать внутрь да вот этот файл и синхронизировать директории компрессия сжатия в общем выставлять и так далее такие инструмент хорошенький ryan's help fun helps helpers точнее в общем это у нас что это у нас так помощь для си плюс плюс разработчика в общем она помогает внедрить так скажем си плюс плюс какие-то части до изготовлены уже заранее блупринты в общем mount pack файл так регистр mount point в общем какие-то интересненькие возможно даже сложные и вот здесь показывает даже open debug message и соответственно у нас выскакивает сообщение мы это message ошибочки какой-то либо дебаг сообщение вещь интересненькая надо побаловаться так открывает файлы вещь суперская даже тут прописывается типа файлов надо обязательно забрать далее у нас идет read local txt в общем она как записывает создает редактирует файлы txt блокнотовские файлы можно создать свое приложение либо игре и записывать туда какие-то данные допустим хотите делать оптимизацию или же не выяснять как прошел персонаж допустим в вашей игре какой-то пользователь какой-то пользователь допустим пошел по этому пути вы записываете все его локации допустим определенное количество секунд там и и потом создаете общую статистику можно сделать так примерно все это было на си плюс плюс написано и вот создали вот некоторые ноды для использования далее у нас twin motion entertainment пак в общем это у нас какая-то игровая зона какие-то моделечки далее у нас идет бэкьярд twin motion это задний двор своеобразный конечно задний двор здесь не хватает море хотя она есть нет там не хватает пятерочки и это мусорки рядом с ней далее у нас twin motion asset human children здесь вот такие вот персонажики статические они не двигаются у них нет скелета то есть они просто вот так вот стоят сидят лежат в общем для каких-то хороших скриншотиков скорее всего в общем смотрите сколько детей можете себе забрать детей далее у нас стилизованный материал такой постпроцессик хорошенький своеобразненький здесь такой 8 битный или даже сколь с каким тут 2 битный до постпроцесс в общем вот такие вот виды да то есть можете выставлять выставлять либо точками либо какими-то штришками это я не знаю даже как обозвать здесь как раз таки мы вот предыдущие смотрели вот это вот он был а вот примеры которые как раз таки пользовались да вот здесь рисованные карандашом здесь просто точками линиями и тоже точками но в другой позиции да то есть здесь более светлые здесь более темный какой то видимо красные можно создать веселье это у нас еще один плагин в общем этот месяц у нас чисто плагинами в основном вот парочку моделей там да но в основном вот то что я показывал все это были плагины вот это плагин это плагин далее это плагин в общем короче месяц плагинов вот здесь можно вставить NFT либо метамаск кошелек подключить либо NFT подключить в общем NFT конечно уже давно загнулось в своем роде ну и некоторые конечно еще кто-то покупает в играх NFT да ну вот как раз таки вам инструмент для использования ну и последнее это у нас стилизованный египет очень похоже на какую то игру которую я ранее играл название уже не помню но ее то это кстати тоже раздавали уже не у меня уже тоже модельки есть из нее так но это тоже похоже здесь как будто бы модельки аналогично сделали и сменили текстуры они здесь более такие светлые в общем это вот парочку заборчик колонна такая пирамидка и вход с я хотел сказать сфинксами но это это волка люди но прикольно прикольно можно мелкую игрушечку запилить вот такую в египте главное найти персонажа египтянина и сделать какие-то загадки которые нужно разгадать да я сказал то есть вот модельки да можно составить какое-то большое количество разных видов а на этом все всем спасибо всем пока